Привет, друг! С тобой Иван. Сегодня мы будем грабить казино на бабки. Так что присаживайся поудобнее, и мы начинаем. Самые внимательные уже заметили, что у меня обновление по автопарку. Я вообще беру частые автомобили разные, чтобы покататься. Но Е60 я прям хотел очень-очень-очень давно купить. Купил я ее, можно сказать, очень дорого, потому что я не любитель покупать рук. Ну, как не любитель. У меня просто нет времени. Я зашел на БУ, она мне понравилась, я купил. Это М5-60 в таком вот интересном антихром-пакете с губой, с задним таким красивым диффузором. Вот, там типа а-ля Акропович, типа на мелкие, на фрештайнерах, на рыжем салоне, темно-синее, все как должно быть, фатешное и внутреннее. Взял ее за 28 тысяч. Это, конечно, очень дорого. Ну, короче, уже я, в принципе, денег заработал. Если уже просру, не особо. Конечно, жалко, но не особо. Пошли играть в казино. Давайте купим, ну, где-то сколько? 500 фишек за 46 тысяч. Давай 500 фишек, пофиг. Гулять-то гулять на 45 тысяч. А здесь есть вообще какие-то другие игры, кроме вот этих вот? Это что такое? Оно рабочее? А, не рабочее, да? Ну, это просто так. А вот это рабочее? И это не рабочее. А вот это? И вот это не? А вот это? Вот это не? Блин, помню, когда ты в свое время играл на даймонде. Там можно было играть дурака. Вот это было прям интересно и прикольно. Так, значит, 13 нам выпало. А если 13 нам выпадает, сразу можно выходить. Потому что это не мое счастливое число. Вот здесь вообще очень много человек играет. Давайте сюда подойдем. А что, в принципе, выпало? Тоже черный. Давайте поставим... Не знаю. Давайте 20-ку на красный влепим. Давайте 30-ку, наверное. Нет, можно снять. У меня будет особая тактика. Вот 20-ку я ставлю. И каждый раз, когда я буду проигрывать, я буду ставку повышать. Тем самым я буду выигрывать. Ну, в два раза больше количества, чем проиграл. Чем поставил. Итак, я так понимаю, обводка это все те люди, которые поставили на цвет. Либо... Не знаю, как это работает. А, мы никто ничего не выиграл. Я понял. 11. Значит, мы прострали 20. Значит, теперь ставим 40. Ждем. Вообще, напишите в комментариях, играли вы в казино. Если играли, то сколько выиграли, либо сколько програли, либо взяли какой-то куш. Не знаю, на цифру какую-нибудь поставили. Я... Вернее, на цифру, на число. Потому что я пытался один раз поставить, но я вслил. Это капец, какое везде не должно быть. Чтобы просто вытащить цифру. Я зеленые еле-еле вытаскиваю. Иногда. Но вот это все, это очень жестко. Есть. Мы подняли 80 фишек. Значит, опять ставим 20. Хотя можно даже больше. Давай ставить по 50. Давай ставить по 50. Давай. Давай опять на черное. Давайте я хотя бы вот реально 1000 поднимем и уходим. Хотя сейчас, знаете, такое... Поднимаю 800 и потом все сливаю. Крутится, крутится, вертится. Рулетка крутится, вертится. Давай. Черное, 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 черное. Конечно, бы... Есть. Читаемо. Просто читаемо. Давай опять на черное. Конечно, было бы прикольно поиграть на стримчанском казино. Но это уже позже, когда интернет у меня будет получше. Но... Кстати, кто играет на Redmere, в F2 есть кваст, на котором можно получить 100 кредитов. Суть его такова, что надо выиграть 10 раз подряд вроде. 10 раз подряд вроде или 20, не помню. Короче, подряд именно в казино вот эти фишки. Короче, лайфхак вам. Маленький. Ставим. Покупаем две фишки. Одну ставим на красное, одну ставим на черное. Красное выпало. Ставим сотку на черное уже. Сейчас интересно, уже начинается. И таким способом получается, что мы всегда выигрываем. Так можете получить бонус 100 кредитов и продать назад фишки. Я, конечно, неправильно сделал, что я сейчас иду в Абанк, потому что я все просру. Если я сейчас опять просру 100 фишек, мне надо будет ставить 200. Вот. И у меня останется 120 фишек, и я потом 120 и 500 не подниму аж никак. Так. Бля. Я просрал. А, что 420? Давай. Я же черное поставил или красное ставил? Ставим 220. Э, какие 220? 200 ставим, и потом чистого в Абанк пойдем 220. А, что делать? 3, 2, 1. Давай уже. Сейчас нолик выпадет, я офигею. Есть. Ну, 620 уже должно было выпасть. 50 на черное поставим еще раз. Мне кажется, два раза было черное, потом два раза красное. Теперь, по идее, тоже должно быть два раза черное. Хотя сейчас может выпустить и не черное. Есть, подняли еще. Давайте сейчас вот поставим на красное. Я успел, интересно. Не, просрал бабки, просрал. А620. Давайте сотку на красное. В прошлый раз было что, первый, да, квадрат? Этот раз третий квадрат. Давайте вообще поставим, так как я Эван, поставим в конце где-то на Эван. Хотя я не знаю, что это такое, а это парные числа. А у диди это не парные числа. Ага. Я понял. Вот я не знаю, вроде вот эта полоска, это x2 умножается, а вот эта полоска, вроде x3 умножается. Сейчас мы проверим это все. Только я верну свой баланс. Есть. 720 у меня фишек, это 7 опять выпало. Давно не падало по центре. Давайте поставим 50. Нет, давайте будем ставить лучше 20. Короче, по 30 будем ставить. Я думаю, это будет сейчас второй квадрат. Либо третий. Давайте я уже поставил на второй, пусть будет второй. Есть. 90 фишек, да, реально. Это третий, второй квадрат выпало, это x3. Так, а что у нас выпало? Черные, черные, черные. Потом красные, теперь черные. Теперь, по идее, должен выпасть Не парные, парные. Давайте, Иван, парные. Ну, парные, не парные, это сложно. Я не запоминал предыдущие числа. Ладно, пофиг, давайте на парные. 30. Все. Давай, Иван. Я же не даром назвался, я же король казино. Давай, парные, пожалуйста. Давай. Есть. А что так изи? Тьфу-тьфу-тьфу. Уже 810. Это скрипт какой-то? Или кто-то голосовой этот рубил? Черные, черные. Сейчас, по идее, должно быть красное. Давайте поставим еще 50 на красное. И посмотрим, что будет. Так, понемножечку чисто поднимаем, но уверенно. Да, значит, черные опять выпало. Значит, мы поставили 50. Это, кстати, вот этот первый. Блин, я не помню, в какой передаче. Надо запоминать числа. Давай еще сотку поставим. Сейчас, блядь, чувствую все просто. Вот реально. Сейчас будет, знаете, 5 подряд черных. У меня бабки закончатся. А потом будут красные, одни падать. Вот реально. Это всегда. Заразеленные просто, чтобы добить меня. Давай красненькое. Е-е-е. 860. В предыдущий раз был первый квадрат, теперь второй квадрат. Вряд ли выпадет третий, хотя третьего квадрата... Не, в предыдущий раз был третий квадрат. 14... Блин. Все, запоминаю. Вот этот раз 14 красные. В два раза было черные. Давайте поставим, не знаю, 50 на... Потому что первый, второй... Бля, сложно. Сложно. Давайте еще, ладно, еще раз поставлю на красные. Посмотрим, какое число выпадет и потом поставим на вот эти. 1, 18, 19, 36. Просто чисто проверить. Мне очень интересно стало. Я красные поднял. Просто 910 фишек я уже, можно сказать, два раза поднял. 14, это сюда, и это выпало 4. Значит, по идее, сейчас должно быть второй куб, вот это. Давайте сюда его и поставим на 50 фишек. И посмотрим. Мне кажется, вот реально, два раза уже выпало вот это. Третий раз может выпасть, но больше шанс, что вот это выпадет. В прошлый раз был 14, а сейчас 11. Насколько выпало? Нет, 14. Есть. 960. В принципе, черные выпало. Два раза красные, уже черные. Уже два раза подряд выпало парные. В принципе, можно было и подставить на третий квадрат. Я бы мог забрать x3. Пофиг. Давайте поставим на... Давайте на непарные. Потому что два раза уже непарные выпало. Давайте поставим на непарные. 50. Я думаю, оно все-таки выпадет. И поднимем тысячу фишек. Есть, непарные. Тысяча десять фишек. Че, пацаны, изи? Сколько там вообще время прошло? Я не записывал. Опять черные. Че, дайте до полторы тысячи. Тебе сейчас сказал, я могу слить изи вообще. 29. Перед этим че, непарные, да, падали? Парные, вернее. 29. Два раза третий квадрат. Сейчас выпадет либо первый, либо второй. Чтобы перестраховаться, можно сейчас поставить, в принципе, сотку на первый квадрат. А, блин, она не посюда. Давай, ладно, все. Сейчас все всрупы. Отвечаю просто. Бля... Срал сотку. Два раза черный. Давай, давай сотку на... Давай две сотки. Две сотки на красное. Давай две сотки на красное. Вот реально, ниже пяти... Блин. Вот я сейчас все солью. Отвечаю. Вот реально. Если сейчас подниму 400, все, я сразу ухожу. Давай. Ну, должно быть, блин, красное. Только что два раза черное выпало. Тебе надо было первый квадрат выбросить. Потому что был третий и второй квадрат. Давай красненькое, пожалуйста. Пожалуйста. Есть. Все. Я сказал. И сыграю еще. Ладно, давайте на десять. Вот реально. Последний раз. Давайте вот чисто на Эвана поставим. Давай. Давай. Чисто десять фишек на Эвана поставим. Так я себя оцениваю. У тебя предыдущий раз было 24. Перед этим 20... Сколько? 26 вроде выпало. Сейчас не парное. По идее, сейчас должно быть не парное. Какая-то тактика, что именно здесь выпадает два раза. Но максимум три раза подряд один цвет. Ну, по крайней мере, вот мне выпал. И больше не выпадает. Я просрал десять фишек. Короче, тысяча сто фишек. Я думаю, мне хватит. Если честно, я уже шел сюда с настроением, что я просто солью все. А я, оказывается, поднял. Пришел в казино. Если работать плюс-минус по моей тактике. Ставить на одно и то же. Икс два всегда ставить. И считать числа, которые нам выпадали. То, в принципе, нам нормально. Может и выпасть. Идем обмениваем. Да, кстати, я пятьсот покупал за сорок шесть. И сейчас продам их по сути. За сколько? Восемьсот восемьдесят пять. А я не запомнил, сколько у меня было. Вроде триста с чем-то или чё. А, кстати, пацаны, вам лайфхак. Потому что я играл два месяца на редмире. И чё-то я не знал, что здесь есть проценты так же, как и на смотре. Вот банк пятьсот сорок тысяч. То есть, вы ставите банк. Максимальное количество денег это пятьсот тысяч. В смысле, не максимальное, что можно поставить пятьсот тысяч максимум и всё. Нет, именно для процентов. Ставим пятьсот тысяч. И нам, получается, каждый день переходит по пять тысяч долларов. Филер, привет. Не понял сейчас. Ой. Вы тоже это видите, да? У меня запись работает. Чего? Итак, пацаны, давайте я подытожу свой тактик в казино на редмире. Первое. Это самое главное. Это запоминать цвета. Потому что можно очень много бабок выбить именно на чёрном, на красном. Второе. Запоминать чётные и нечётные числа. Третье. Запоминать, какой квадрат выпадает. Первый, второй, третий. Чтобы можно было х3 выигрывать, а не х2. Четвёртое. Каждый раз при проигрыше ставить всегда ставку х2. Чтобы в случае победы мы окупились. Плюс ещё забрали те бабки, которые мы потратили. Это обязательно. Просто всегда х2 нужно ставить. На редмире, вот как я поиграл минут 15, я понял, что больше трёх раз подряд один цвет не выпадет. Санеж два-три раза, два дефолт выпадает. Ну, три раза, типа, это максимум. Ну, лично для меня. Может, я потом поиграю и мне больше выпадет. Но сейчас для меня именно больше трёх раз не выпадало. То есть, выполняем все эти действия, которые я говорил перед этим. Смотрим видос. Если ты перешёл по тайм-коду, а не посмотрел видос, зайди, посмотри, как этим всем пользоваться. Ну и всё. Желаю тебе словить большой-большой курс. Жду ваших комментариев. Поднимали ли вы в казино бабки или нет. Вот видите, мне сегодня повезло. Может, через некоторое время пойдём, купим сразу тысячу афишек. Будем ставить по сотке, не по 50, как я поднимал. А может, даже и побольше. Вот. Поставьте лайк, если вам понравился данный видос. Подпишитесь на канал. 86% смотрят без подписки. Ой, чё там? Всё нормально? Ну, с вами был Аван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok